Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. И сейчас мы говорим о максимальной выгодности. Ни для кого не секрет, и не первый раз я это говорю в видео. То есть мы сдаем наши апартаменты через Airbnb. И это такой сервис, о котором мы будем говорить в дальнейших видео. Поэтому смотрите, следите за нашими выпусками. Так вот, сегодня я хочу сделать вам обзор квартиры, которую мы купили буквально 3 месяца назад. Сделали в ней ремонт, и сейчас она работает на аренду. То есть сейчас я хочу, чтобы меня внимательно посмотрели те, кто думает о приобретении недвижимости. И думает, сколько получать, за сколько можно сдавать, как должна быть оборудована квартира для сдачи в аренду. То есть опять же для владельцев недвижимости. Следующее видео будет для людей, которые ищут себе недвижимость. Ну в принципе вам и это видео будет тоже интересно. Как выглядят апартаменты для сдачи. Но акцент я буду делать для владельцев конкретно, потому что выгодное вложение, правильное управление ведет к получению дохода. Неправильное управление, то есть квартира высасывает из вас последнее, что можно, и становится той коровой, из которой не выдаешь за день, рука устанет. Поэтому смотрите наше видео, пойдем за мной, и мы вам все покажем как есть. Так, ну что, начнем. Квартира небольшая, односпальная. Покупали мы ее за 100 тысяч, чуть больше 100 тысяч. Сделали ремонт в пределах 1000 евро. Побелили стены, тут все помыли, немножко покрасили террасу. Ну то есть навели такой порядок. То есть что, для сдачи в аренду, да, то есть если мы покупаем с целью именно аренды, то есть минималка, да, минимум должно быть. То есть минимум удобно, минимум заставлено. То есть нам делал ремонт художник, то есть она поэтому позаботилась о том, чтобы, да, вот в эту тысячу вошли вот эти светильники, картины. Была, в Испании продаются квартиры, как правило, частично с мебелью, поэтому здесь все это было. То есть вот такая вот приятная спальня, одна тумбочка и вот эти встроенные шкафы, вот эти встроенные шкафы, что позволяют, в общем-то, опять же, хранить полотенца, простыни, ну и так далее. Что касается ванной, мы всегда оставляем туалетную бумагу, да, то есть хочу опять же сказать, что сколько вы туалетной бумаги оставите, та бумага и уйдет. И неважно, живут у вас люди 4 дня или 2 недели, поэтому смотрите, оставляете там 4 рулона, 5 или покупаете каждый раз, тогда это вводите в расходы. То есть как удобно. Клиенты, как правило, да, вот оставляют какую-то мелочь, ну типа, ой, это даже для бритья какая-то пенка. То есть все, что оставляется и в таком в хорошем количестве, мы ничего не забираем. И я предупреждаю девочек, которые убираются, чтобы все оставляли, потому что следующие не зря же мы сдаем через Airbnb, чтобы люди могли воспользоваться. Опять же, да, если вы покупаете, вы покупаете, оставляете, ну смотрите сами, вот это вот почти пустая, но это освежитель воздуха, да, поэтому можно в принципе оставить на пару раз еще есть, то есть это в качестве экономии. Ну опять же, да, ванна, она предельно проста, полотенце обязательно для каждого, большое, маленькое, то есть ну по правилам организации отдыха тоже смотрите сами, максимально стараемся придерживаться стандартов. Что касается кухни, эта кухня хорошо оборудована, максимально, то есть здесь есть посудомоечная машина, есть стиральная машина, хорошо, хороший холодильник, скажу сразу, что стиральную машину мы новую поставили, потому что та была старая. И всегда большой интерес вызывают мелочи, естественно, это, да, что должно быть, то есть опять же, да, смотрите, чтобы все было удобно, салатники, кружки, бокалы. Кстати, в Испании, в частности, на бокалы обращают особое внимание, потому что люди здесь пьют вино, поэтому, ну, естественно, об этом нужно позаботиться. Должны быть сковородки, да, и обращайте внимание, просите своих девочек, которые у вас моют, например, чтобы сковородки были удобные для жарки, потому что в определенный момент, сами знаете, как чужие люди относятся к вашей утвари, грубо говоря. Сейчас у нас были французы, и они оставили квартиру, вот они только что уехали в идеальном состоянии, что позволяет нам, ну, вот так вот снимать даже вот прям по горячим следам. Что касается, вот, смотрите, того, что остается, да, в сухом остатке, например, какао, да, можем ли мы оставить это какао? Конечно, можем, и люди будут даже очень рады. Вот моя кофеварка, которой французы не пользовались, о чем они мне и сказали. Конечно, мы оставляем рис, потому что, опять же, да, кому-то будет приятно, ну, насчет, вот, кофе растворимый, ну, кому как нравится, ну, это уже вы сами решаете, договаривайтесь со своими девочками. Сахар, чайники, ну, такие вот мелочи, тоже приятно. То есть, да, когда мы сдаем через Airbnb, так, это пустые у нас ящики, сдача через Airbnb отличается от отельной, то есть, что всегда могут быть такие вещи, которые вам не нужно будет покупать. Поэтому смотрите сами, как вы к своей квартире относитесь, но политика – это максимальное приближение к дому. Поэтому, естественно, масло, вот, уксус, перец, то есть, я сама настаиваю на этом у своих девочек, кто убирается, чтобы не забирали, а все это оставляли. Все, что может быть употреблено в действии, все, что поможет вашим последующим гостям чувствовать себя хорошо. Так, здесь у нас, понятно дело, набор ложек, чашек. А вот это, почему я вам показываю, потому что вот сейчас я сама принимала квартиру. Обычно это я доверяю своим девочкам, кто убирает. И мне владельцы, люди, которые жили здесь, показали, что сломан нож. То есть, они мне показали, я об этом знаю. Потому что, поверьте, вряд ли, если на этом не акцентировать внимание, вряд ли девочка, которая убирает, вам об этом скажет. А у вас будет поломанный нож, и следующий ваш заезд не сможет пользоваться вашими апартаментами. Поэтому, что мы делаем, мы меняем в нашей задаче сейчас поменять этот нож. Ну, тут пакетики. Опять же, вот пакеты, лампочки. То есть, вот здесь вот остаются пакеты, их можно использовать как для мусора. А вот сейчас девочка у нас побежала, она купит набор пакетов. Так что у нас вот кухня будет вот так вот подготовлена. И обязательно, вот это очень важно, чтобы был ферри. Потому что люди, если вы им не оставите средства для мытья, они вам так и мыть будут это все. Поэтому оставляйте, пожалуйста, тряпочки. У нас куплены новые тряпочки, да, чтобы были губки. И средства для того, чтобы человеку было удобно мыть. Кстати, вот средства, походу, для стирки. Ну, не знаю, что это такое. Кстати, не знаю. Ну, пусть будет. Правильная идея оставлять вот такие вот таблетки для посудомоечной машины. У меня дома у самой посудомоечная. Поэтому всегда можно принести, да, пару таблеток. Не обязательно там оставлять целую пачку. Но оставить пару-тройку таблеточек для того, чтобы люди могли использовать вашу машину. Как правило, на отдыхе они моют руками. Ну, как правило. Но вдруг кому-то или, опять же, да, девочке, которая будет убирать, она закинет всю посуду и, в общем-то, перемоет ее уже с таблеточками. Поэтому парочку обязательно оставляйте. Ну, и зал. Конечно, зал – это то, что встречает наших гостей. Естественно, он должен быть чистый, и стены должны быть белые. То есть первое впечатление – у вас никогда не будет шанса составить, воспроизвести первое впечатление. Никогда не будет второго шанса составить первое впечатление. Поэтому зал, он, конечно, играет большую роль. То есть то, как человек входит, то, как он себе фантазирует сразу. Потом какие-то погрешности, естественно, будут находиться, вам об этом будут сообщать. Но первое впечатление – это очень важно. И еще за какие квартиры я беру в аренду? Сама как управляющий. Потому что в большей части я встречаю людей, их провожаю, выслушиваю все их какие-то нарекания. То есть для того, чтобы мне не было мучительно, больно и стыдно, я не все апартаменты беру в управление. То есть я смотрю, насколько они подготовлены. Либо у нас есть такой сервис по подготовке апартаментов конкретных сдачи в аренду. Вы знаете, что я работаю с недвижимостью малобюджетной, поэтому за малые деньги люди покупают разные вещи. Но не за все мы беремся. Первое, очень важное, на что сегодня я обращаю внимание, это наличие интернета. То есть это Wi-Fi обязательно. Если есть возможность провести быстрый скоростной, то мы проводим скоростной. По цене это тоже самое. В этой урбанизации можно провести только обыкновенный. Поэтому мы поставили сюда. Вот у нас есть такой сервис. Во всех наших апартаментах есть интернет. Потому что мир быстрый, и, следовательно, интернет необходим. Это очень сильно повышает шансы сдачи ваших апартаментов в аренду. И нет ничего лучше вида. Лучше вида может быть только вид. И когда у вас апартаменты, естественно, с видом на море, с видом на такую урбанизацию. То есть много воздуха, такая вот красота. То есть вся атмосфера создает вот этот отдых, желание наслаждаться. И, конечно, в этих апартаментах огромное значение имеет терраса. То есть когда люди заходят и видят потрясающий вот этот вот стол, где можно завтракать. Да, то есть, смотрите, здесь тень. Сейчас 2 часа дня, самая жара. Но спокойно можно прийти с пляжа и вот здесь вот посидеть за бокалом вина или кофе. И, опять же, апартаменты грамотно расположены. Мы тоже не случайно выбирали именно эти апартаменты. Не сказать, что у нас был большой выбор, но тем не менее. Потому что, смотрите, опять же, есть тень и есть солнце. Вот сюда можно поставить лежаки, можно на матрасах лежать. То есть тут вы уже сами решите. Но мы как владельцы, да, мы не заморачивались на лежаках пока. Потому что еще не решили, как она будет работать по финансовой логике, насколько нам выгодно покупать лежаки сюда. Потому что вы видели территорию, да, если мы вам покажем, на территории достаточно лежаков и бассейнов, чтобы их нести сюда. Но, в принципе, это было бы здорово в том числе. Вот здесь есть маленький столик. Ну, и вот здесь можно играть деткам, там, выпускать. Заметьте, что бордюры, видите, какие непрозрачные. Поэтому не страшно выпускать ребенка. И вот у вас сразу комната. Хочу особое внимание обратить на вот этот вот шланг. Да, так как терраса большая. Здесь есть подвод воды. Вот она, вода, да. И вот такой шланг мы приобрели специально для того, чтобы уборку. За уборку мы платим по часам, как правило, да. И чтобы, опять же, облегчить работу девочки, которая будет с вами работать, естественно, то есть мыть это все шваброй, носить воду, это все достаточно тяжело. Здесь мы поставили вот этот шланг, позаботились о своем обслуживающем персонале. То есть мочится терраса, и заодно лишний раз она намочит и стулья вам, и все. То есть лишний раз вы получите влажную уборку, потому что ей это сделать будет просто, нежели бы она носила воду в ведрах. Поэтому здесь обратите внимание, если большая терраса. То есть позаботьтесь обязательно о мелочах, и позаботьтесь о людях, которые будут с вами работать. Тем управление будет легче, и тем больше качества вы получите, и лучших отзывов. Огромную роль играют кондиционеры. Я уже говорила, что я не все апартаменты беру в управление, поэтому кондиционеры это особая, то есть вот прям особая статья. В Испании самое лучшее время для сдачи это май, июнь, июль, август, сентябрь. Самое горячее время и погода. Поэтому без кондиционеров вы просто устанете слушать отзывы. Но вы, может быть, не будете, а будет слушать ваш управляющий. Так как управляющим на данный момент являюсь я, то есть я управляю всеми этими апартаментами. Естественно, для меня очень важно, чтобы клиентам, людям, которые платят деньги и приезжают на отдых, было комфортно. Поэтому, опять же, я настаиваю на установке кондиционеров. Если вы смотрели наше предыдущее видео, немножечко выше, то есть вы видели, что с кондиционерами тоже бывают проблемы. Их тоже так же нужно решать. Но без кондиционера, поверьте, еще хуже. Поэтому кондиционер есть, здесь он встроен, встроен на все комнаты. Поэтому здесь температура 24, вот сейчас выставлено, но замечательно. Ты чувствуешь себя шикарно при 33 градусах на улице. Поэтому позаботьтесь, что был кондиционер, либо внесите это в свой список, когда вы будете думать о том, как вы будете использовать ваши апартаменты для зарабатывания денег. Чем больше вы позаботитесь, опять же, о будущем, тем больше вы заработаете. Ну вот такую квартиру я вам показала. Я вам покажу еще 4 нашей квартиры, которые мы сдаем. То есть они разные, они все куплены за разные деньги. Но вот я говорю в районе 100 тысяч и меньше. О чем нужно подумать очень хорошо? Опять же, позаботьтесь о мелочах, большие вещи позаботятся о себе сами. То есть если мы будем думать о клиентах, которые будут нам за это платить, они с удовольствием будут нам платить и платить хорошие деньги. Как говорится, нет такого товара, на которого нет покупателя. Другое дело, как этот товар представлен и что он дает другим людям. То есть, как правило, все думают о себе. То есть вот я вложил и я хочу получать. На самом деле работает это немножко по-другому. Что я могу дать этому миру, чтобы мир мне ответил тем же? То есть подумайте об этом в первую очередь. Во вторую очередь, всегда подумайте о том, кто будет управлять и захочет ли человек качественно управлять вашими апартаментами. Это очень большая проблема. То есть если вы планируете купить недвижимость в Испании с целью получения пассивного дохода, вы понимаете, что это ваш маленький бизнес. И если вы не можете его контролировать сами, то должен быть человек, который захочет это делать. Поэтому подумайте, все ли у вас готово. Достаточно ли вы контролируете своего управляющего. Но об этом я тоже буду говорить позже. То есть на своих курсах мы об этом говорим постоянно. Но это немножечко уже вглубь. Управление бизнесом немножко тема другая. И опять же позаботьтесь о том, как эти апартаменты будут убираться. Потому что у вас есть шанс, возможность нанять просто уборщика, уборщицу, девочку, которая будет приезжать просто мыть. Думайте о том, как вы будете это все координировать. Люди заезжают в разное время. Люди заезжают ночью, днем, в обед, вечером. Девочки, которые убирают, они убирают множество апартаментов. У них много работы. То есть их тоже надо координировать и контролировать. Поэтому, естественно, вот я сейчас в данном случае выступаю управляющим. И поверьте, работы достаточно много. Сколько вы будете платить человеку, который будет все это координировать. То есть обязательно будьте на очень короткой ноге с вашим управляющим. То есть смотрите, что это за человек. И достаточно ли он, ну скажем так, коммуникабелен. Потому что он будет работать у вас и с уборщицками, и с вашими клиентами. Не смешивайте все в одно, как говорится. Не старайтесь за малые деньги получить максимальный сервис. Такого не бывает. Но об этом, опять же, я сейчас не буду говорить. Очень хочется, очень много хочется сказать. Потому что это первое видео из серии, как мы получаем пассивный доход из Airbnb. Как с этим работать. Поэтому следите, пожалуйста, за моим каналом. Смотрите за выпусками. Пишите комментарии. Потому что только ваши комментарии позволяют мне снимать новые видео. Если я вижу, что тема интересная, тема вам нужна. Сейчас напишите все, что вы думаете по этому поводу под этим видео. Вот прям сразу посмотрели. Напишите, пожалуйста. Обязательно поставьте лайк. Потому что дизлайк здесь ставить не за что. Подписывайтесь на канал. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. С вами была Оксана Майкова. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео. В описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.